В Самаре с 19 августа изменят расписание движения скоростных судов в Алдай от речного вокзала и поляны Фрунзе до села Ширяево. Новый график будет действовать до 8 сентября. Экипаж самолета, который следовал из Москвы в Самару, доложил, что кабину осветил зеленый лазерный луч, когда судно пролетало над полуостровом Копылова. Несмотря на инцидент, самолет благополучно приземлился в аэропорту Курмыч. Самарцы стали чаще отказываться от соков и нектаров в пользу кваса и морсов. В начале лета потребление сокосодержащих напитков упало на 5%, а квас стали пить чаще на 20%. Популярность морсов, компотов и киселей выросла на 26%. При этом с точки зрения содержания сахара вредными оказываются как соки и нектары, так и квасы, компоты и морсы. В Самарском областном художественном музее открылась выставка самарского художника Евгения Казнина, которому в этом году могло бы исполниться 50 лет. На выставке представлены 60 работ, выполненных маслом и карандашом. Картины дополняют стихи и выдержки из записных книжек. Выставка продлится до 22 сентября. Акрон победил Воронежский факел со счетом 2-1 в рамках второго тура группового этапа Кубка России. Первый гол на 10-й минуте забил Арсений Дмитриев, второй на 70-й реализовал Максим Полиенко. Следующая игра тольятинцев состоится в Самаре 19 августа с Казанским рубином. В Волжском районе завершают ремонт трассы Самара-Новокуйбышевск. Участок обновили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Расширили три отрезка проезжей части, обустроили широкие обочины и остановки общественного транспорта. Работы завершат до 1 октября. В Швеции зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян. Больной ранее находился в регионе Африки, где это заболевание продолжает распространяться. Ранее ВОЗ объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения международного масштаба. Использование гаджетов в раннем возрасте вызывает у ребенка вспышки гнева и истерики. Об этом говорят медики. Подобное эмоциональное проявление – перегрузка психики, которую ребенок демонстрирует от истощения. Лучше заменить экран телефона на книги.